Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий. И сегодня я хочу коснуться темы использования такого гриба-почвы, как триходерма. Многие из зрителей задают вопросы касательно того, почему в лесу, где человек в принципе не вносит никаких биологических препаратов, почва очень здорова, вообще весь биоценоз отличается разнообразием, отсутствием известных болезней, которые у нас распространены на приусадебных участках. Почему же мы должны использовать биологические препараты у нас на приусадебных участках, добиваясь все той же биологически здоровой почвы? И в ответ на такой вопрос, сразу же я говорю, что почва в том же лесу насыщена именно здоровой в первую очередь микрофлорой. Это и бактерии, и грибы, которые выполняют полностью функцию по оздоровлению всего биоценоза и в принципе всей почвы. И использование биологических препаратов как раз и призвано привнести небольшую толику вот этого здоровья к нам на приусадебный участок. Итак, что же такое по сути триходерма? Триходерма распространена везде и повсюду. Это гриб, который характеризуется одним из наиболее больших уровней синтеза целлюлаз. Это ферменты, которые разрушают древесную клетчатку. Что такое древесная клетчатка? Вот на примере этой грядки, где растет прекрасная голубика, я могу показать на примере опилок, что такое древесная клетчатка. Опилки дерева – это по сути дела концентрат той самой целлюлозы, которую очень сложно любыми биологическими способами разложить. А вот триходерма справляется с этим на ура. Многие подписчики и зрители задают вопрос о том, как правильно использовать триходерму, когда ее вносить и главное, как часто ее требуется вносить в почву. Итак, тут можно сказать следующее. Если почва у нас очень сильно насыщена органическими частицами, органическими остатками, опять же, я обращаю внимание вот на эту теплую грядку, на которой в качестве мульчи использованы опилки. Под ними мы можем наблюдать остатки листьев, веточек. Вот это идеальная среда для сохранения триходермы, для ее буквально цветения. именно потому, что даже в солнечный день стоит на несколько сантиметров копнуть глубже в этой мульче, и мы чувствуем влагу. Вот именно теплая, влажная, органически насыщенная почва является максимально удобной раем буквально для триходермы. И в чем же ее вообще полезные свойства? Во-первых, есть несколько, скажем так, ее полезностей. Первое, это то, что разрушая клетчатку, целлюлозу, органические остатки, она постепенно, в отличие от вносимых удобрений, постепенно насыщает почву вокруг растения всем необходимым. Второе, это то, что обильно размножаясь и разрастаясь грибница триходермы, ее гифы конкурируют в своем развитии с развитием патогенной микрофлоры и бактерий в частности. То есть, чем больше триходермы, которая абсолютно полезна и абсолютно безопасна для растения и человека, чем ее больше, тем меньше в почве будет места для патогенных бактерий и грибов, для фузариума, фитофторы. Все это будет подавлено обильным ростом триходермы. Вот, это основная отличительная особенность здоровой почвы в лесу. Там очень много полезных грибов, которые вытесняют в конкурирующей, в конкурентной борьбе все патогены, большинство патогенов, не оставляя им места ни физически, ни в форме питания. И, соответственно, в лесу растения выглядят более здоровыми, нежели у нас на приусадебных участках, где мы должны за их здоровье бороться. Если же вы не используете на своих участках теплые грядки с большим количеством органики, но все-таки какую-то органику вы вносите в момент перепахивания весной, по весне или по осени, вот и тогда триходерму логичнее вносить именно тогда. Причем удобство коммерческого препарата, такого как триходермопрофит, заключается в том, что выпускается на форме гранул, и не нужно делать даже маточные растворы, а удобно вносить эти гранулы прямо к той органике, которую мы будем затем вспахивать, запахивать в почву. Если же у нас есть такие теплые грядки, то триходерму нужно вносить тогда, когда мы закладываем, в принципе, вот эту всю органику, и триходерма будет там развиваться обильно, и будет развиваться до тех пор, или в тот период, когда у нас температуры позволяют, а эта температура там примерно от 5 до 35 градусов, это рай, ну и главное, чтобы было влага, и отсутствовали прямые солнечные лучи, которые в данном случае самой же органикой и закрываются. Как же использовать триходерму, препарат триходермы, для того, чтобы обрабатывать семена, либо рассаду перед высадкой? Нет ничего сложного. Для этого по инструкции нужно добавить 2 чайных ложки без верха на ведро воды на 10 литров. Все делается абсолютно просто. Во-первых, безопасность этого препарата неоднократно уже описана. Грипп абсолютно безопасен для человека. Я даже не использую ни перчатки, ни респиратор, ни даже марлю для того, чтобы закрыть органы дыхания. Кроме тех случаев, если вы страдаете непосредственно аллергией, либо какими-либо астматическими проявлениями. Итак, триходерма, нанесена, ее споры и гифер нанесены на минеральную основу, гранулы. Эти гранулы очень легко отмерять. Две чайных ложки без верха. И абсолютно легко размешать. Можно размешать чем угодно. Здесь нет никаких особых рекомендаций. Данный раствор можно оставить на несколько минут настояться, потому что гранулы должны отдать споры, для того, чтобы они немножко растворились, отдали те минеральные ионы, которые содержат в себе. Ну и затем этот раствор очень удобно использовать как для обработки семян, для их замачивания, так и для пролива свежепосаженной рассады. Или же непосредственно для обмакивания рассады перед высадкой в грунт. Спасибо за внимание. Надеюсь, эта информация вам немножечко помогла. Редактор субтитров А.Семкин